Территория Даугапилса в последнее время претерпевает значительные изменения. В городе появляются новые места для отдыха и прогулок, приводятся в порядок индустриальные зоны, строятся новые объекты инфраструктуры, дороги и автостоянки, асфальтируются грунтовые дороги. Соответственно, расширяются территории, которым необходима уборка. Чтобы оптимизировать расходы, связанные с проведением этих работ, самоправление провело закупку, в результате которой был заключен новый договор, предусматривающий уборку прежних и новых территорий на более выгодных для самоправления условиях. С прошлой закупки прошло уже три года. Ситуация на рынке за это время могла измениться, поэтому нужно было проверить, что сейчас происходит с расценками. Помимо этого, более логичным казалось объединить все услуги в одной закупке, не деля ее на несколько договоров, которые, по сути, в равной степени подразумевают санитарную уборку города. Именно поэтому было решено попробовать объявить закупочную процедуру, посмотреть на новые расценки и выяснить, будет ли новое предложение более выгодным. После получения заявок от претендентов их оценили и пришли к выводу, что да, действительно, новое предложение с хозяйственной точки зрения более выгодно для самоправления. В прежней закупке на санитарную уборку города в этом году было заложено почти 2 миллиона евро. В эту сумму не входило содержание в порядке променада, понтонной конструкции и бассейна, а также детской и спортивной площадок в новых стропах, уборка променада по улице Бругю и многих других городских объектов отдыха и рекреации, демонтаж и утилизация крупногабаритных бетонных конструкций, очистка защитных дорожных барьерных ограждений после осенне-зимнего периода, а также многие другие позиции. С прошлой закупки площадь тротуаров и дорожек в парках, в котором необходима уборка, выросла на 8 тысяч квадратных метров, площадь автостоянок на 2 тысячи квадратных метров. На несколько тысяч квадратных метров также увеличилась площадь дорог, которым необходима очистка и посыпка противогололедными смесями. Все эти работы вместе с санитарной уборкой остальной территории, благодаря проведению новой закупки, обойдутся в 2 миллиона 220 тысяч евро. Объединение всех работ в одном договоре позволит городу сэкономить не менее 20 тысяч евро в год. В новую закупку включены работы по содержанию прилегающей территории в частном секторе. В ответ на многократные просьбы жителей были подготовлены поправки к обязывающим правилам, предусматривающие, что в дальнейшем эту функцию возьмет на себя самоуправление. Депутаты утвердили их на заседании Думы и подали на рассмотрение в Министерство охраны окружающей среды регионального развития. Вступление поправок в силу освободит владельцев частных домов от обязанности убирать прилегающие к их домам газонные дорожки. Многие из позиций связаны с покосом травы на прилегающих территориях, сбором мусора и опавших листьев в весенние и осенние периоды и, конечно, приведением в порядок грунтовых дорог после зимнего периода, когда они особенно сильно загрязнены. Тем не менее, если особенно ответственные хозяева изъявят желание продолжать самостоятельно ухаживать за территорией рядом с их домом, это ни в коем случае не возбраняется. Скорее, даже приветствуется, ведь самоуправление все же не может обкашивать траву по 15-20 раз в году. Поэтому, если кто-то захочет дополнительно покосить газон, собрать листья и облагородить территорию под своими окнами, он может спокойно это сделать. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы.